Девушки отдыхают Переход на самостоятельность не был подготовлен должным образом. Нарушилась система взаимопоставок, высказывает недовольство рабочей промышленной предприятий. Девушки отдыхают 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 На такую должность послушных сажает. А если человек захочет по-своему колхозом руководить, так ему быстро укорот сделает. Хватит, навидался за свою жизнь. Но ведь верха теперь по-другому колхозы понимают. Может и понимает. Только здесь-то вот на местах все же по-своему делают. Забились, как клопы в щели. Попробуй выкури их оттуда. Ну и выкурим. Ох, Егорушка, загубишь ты себя и детей своих. Никто головы не поднимает, а ты, как на Юру, весь открытый. Ты отстеречь могут ночью. За пол-литра голову проломит. Или того хуже, избу подпалит. Уж сколько раз и намеком, и открыто грозились. А он будто ватой уши заткнул и ничего не слышит. И понимать не желает. Ладно, мать, успокойся. Иди, иди. Вот ты можешь мне сказать, для чего мы сделали революцию, а? А что ты меня-то спрашиваешь? Ты у нас большевик, вот ты мне расскажи, а не спрашивай. Ну и что мне теперь? В Москву писать? А что толку, что ты в Москву напишешь? Ну, покружит твое письмо по разным местам. Снова вернется к тому, против кого ты воюешь. Ох, Егорушка, да стукаешься ты. Упрячут тебя куда-нибудь за язык твой. А мы тут Лазаря будем петь. Ну ладно, мать, не беги ты впереди страха. Иди, иди. Нет, не могу я. Вот ты можешь мне объяснить, кто я такой, а? Ни крестьянин, ни рабочий, ни интеллигент. Кто я такой, ты можешь мне это объяснить? А ты, тягловая сила. Ого, мало тебя мордой об стол били. Да, смешного тут мало. Ну, кому нужны эти жмурки? Где это правда? Правда, Егор Матвеевич, бывает одна, партийная. Да если все начнут рассуждать так, как вы, то мы договоримся, черт знает до чего. Разве люди, которые руководят нами, заботятся о самих себе, а не об интересах государства? Ты меня, инструктор, дурачком не выставляй. Не надо. Многие пытались. Ты садись, садись. Садись. Вот сейчас мы с тобой и поговорим. Мальчик, он тоже мотается сутками. Но от него хоть польза есть, он время показывает. Тебя курил-то где? Да вон там. Пойду покурил. А насчет государства я тебе вот что скажу. Чем мы хуже живем, тем государство слабее. И наоборот. Интересно. Да разве я против того, чтобы люди в колхозе стали жить лучше? Ну, что ты? Ты... Ты же ходишь не в живых и не в мертвых. Вот даже как. Угу. Я давно с тобой хочу поговорить, родственница. Давно. Так что ты уж меня не обессудь, ежели тебя против шерсти поглажу. Вот ты вроде все правильно делаешь. Ездишь по колхозам, сидишь на собраниях, проверяешь наши протоколы, ЦУ нам даешь. Все правильно. Но скажи мне, что ты сделал такого, чтобы народ тебе в ножки поклонился, а? Ну что? Ты... Ты же ни за что не воюешь. Ты жизнь со стороны наблюдаешь. Голую идейность разводишь. Знаешь, Ксения, кого ты мне напоминаешь? Ту печь, которую почему-то не в избе затопили, а на улице. Вот она и отдает тепло. На ветер. Вот так вот. Я работник молодой. У меня, конечно, могут быть иногда ошибки. Но я не хочу выдумывать для себя какую-то особую правду и особую работу. Кроме той, что мне поручает райком. Ты даже сейчас не поняла, про что я тебе толкую. А толкую я тебе вот про что. Ты даже в своем родном селе не знаешь людей. Ко мне, к родственнику, ни разу не зашла. Не поговорила по душе, не расспросила, что у меня там творится. А? Ах, язва же ты, Егор. Ну, что ты пристал к девке? Ну, что, это она сама, что ли, тебе партийные законы-то придумала? А? не я отменять их. Да не в этом дело. Я ж, я ж по родственному и хочу ей сказать. Пусть она занимается тем, не занимается тем, что ей не по силам. Ведь, ведь самое страшное то, что все они друг на друга похожи становятся. Отдавай ты ее замуж скорее, иначе она превратится в сухарь, что ни один мужик ее не размочит. Да будете ли, Егор? А? Она же как-никак гостья наша. Хоть для своих утихомирся. Ну, что ты журчишь? Что журчишь? Мы же по родственному. По родственному. Спасибо, что заступили за меня. Ну, вот, видал? Отец, нам пора. Так что, Корней, не надумал в деревню вернуться? А чего я здесь не видел? Не хочу Егор остаток жизни своей тратить-то. А вот дом решил продать, если покупатель найдется. Понятно. КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Дымшакова, как всегда, заносят. Простите, а вы, собственно, кто? Инструктор Превещенского райкома партии, Яранцева. И что, всегда он так, Дымшаков, рубит с плеча? Да уж, ему на язык лучше не попадаться. Ксения, ты б не лезла в эти дела? Когда-то я знавал тут одного Яранцева, Корнея. Вы не родственница? Это мой отец, Бона, на берегу. Я сюда часто заглядываю, в Маконич. Нервничают, знаете ли, и с каждым днём всё больше. Неуправляемый какой-то процесс. О выходе из колхоза, говорят, о фермерстве каком-то. Думаю, собрать надо всех, объяснить. А то, ну, не смешно ли? Здравствуйте, товарищи. У нас и вдруг фермеры. Никто ж не готов к этому. Корнея Иванович? Здравствуй. Здравствуй, здравствуй. А я бы вас не признал. А вот вспомнил я. А вы какими тут делами заворачиваете? Да я для туточных дел посторонний, Иван Фомич. Рабочий класс переквалифицировался. Ну, заводи работай. По-моему, Корнея Иванович, в любом деле, особенно в деревне, посторонних не должно быть. В новые времена вступаем. И кто захочет, тот и сегодня может загореться добрым делом. Я надоел и зазрят и гореть, Иван Фомич. Ну, а может, вам тут у нас так понравится, что не захотите возвращаться в город? Да нет, я уж свое поковырялся, Иван Фомич. Ну, пусть теперь молодые попробуют. Может, им земляне окажется злой мачехой. Надоело работать за так, да за пятак. Ясно. Понятно. Жаль, что меня заранее не предупредили о вашем приезде, Иван Фомич. Видите, не успел слух пройти, что вы нашу деревню не именуете. Народ-то как метром согнал. Лузгин, председатель здешнего колхоза. Здравствуйте. Офи, лиса ты, Аникей! Ну, лиса, а! Проважка получилась! Мост не тот починил! Офи, будьте, ну не ладно! Любому новому делу палки в колеса тычут. Я у него и жулик, я у него и проходимец. У него слов-то на всю деревню хватит. Он у нас один такой говорливый. Да ладно, Никит, ладно. Поучает всех. Эй, заскулил, сирота казанская! Ну вот видите, Иван Фомич, вместо того, чтобы одну упряжку со мной тянуть, любому делу поперек ложится. Все потому, что охотом и мое место занять. А ты воду не мути, не мути! Тебе давно пора за решеткой сидеть, а мне туда не хочется. Я думаю, Иван Фомич, все ясно. Это давний сколок, они просто ненавидят друг друга. Я, честно говоря, не ожидала, что вы станете свидетелем такой безобразной сцены. Ну что же вы, товарищ инструктор, не наведете здесь порядок, если вам все ясно? А может, мы пока машину-то вытащим, пройдем по хозяйству? Ну, с хозяйством я попозже ознакомлюсь на обратном пути. А сейчас давайте заглянем в какую-нибудь избу. Это зачем? Хочу посмотреть, как ваши люди живут. И вообще давно в деревне не был. А-а-а! А заодно вот и ноги неплохо бы обсушились. Пожалуйста, это с нашим удовольствием. Прошу вас, пройдемте. Пойдемте, товарищи! Авдотья! Авдотья! Авдотья, открой! Не знаю, спит, что ли, после дойки. Так же не разбудишь. Э-э, нету нашей гнева, что вы, Авдотья. А жаль. Передавиться хозяйству, хотя... Хотя мужик у нее сидит. И здесь никого нет? Ну, эти-то все в поле. Может, мы дальше пройдем? Хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 И когда ты только выдрыхнешься, Звонкодырая. Ой, не до того, не уж не до того, столько недрогов накопил, что хоть раньше времени в петли кидайся. Ой, да что ты все ноешь? Ты сам из кого угодно петли сделаешь, и ты в нее и затянешь. Нет, на сей раз дело пахнет керосиином. И надо упредить того, кто хочет меня поджечь. Так скажи, куда бежать? Что делать? Выпростой-ка уши-то из-под платка. Потолкайся, там, где народ толпится. Послушай, что про меня брешут. И в случае чего, ментом ко мне. Ну, ясна установка? Ну так... Здравствуй, мама. Ваня! 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 Здравствуй, родной. Нет-нет, заходите. Благодарю. Извините, Алексей Макарович, что побеспокоил, Нам был обязан вас предупредить. Рабатов в нашем районе. С утра. Где же он? Проходите, садитесь, пожалуйста. Благодарю вас. Он ехал к матери. Ну и заехал к нам в Черемшанку. Ну? И машина, как назло, застряла на старом броде. Ну, люди сбежались. И явился Домшаков. И нарисовал ему грустную картину об этом хозяйстве. Знаете, как бывает? Паршивая овца всё стадо портит. Там нет стада, Сергей Яковлевич. Там очень хорошие люди. И Домшаков. Не последний. Среди них, правда, горяч немножко. Нездержан. Но не всем же быть послушными и податливыми. Постарайтесь разобраться, что его мучает. Ничего его не мучает. Ничего. Он никаких авторитетов не признаёт. Нас с вами поносит. На кого же нам обижаться, Сергей Яковлевич, что Домшаков не признаёт нас авторитетными людьми? Очевидно, для него авторитет и должность не одно и то же. Заслужить нужно авторитет. Заработать. Он не корона. Чтобы на голову его напялить. Ну, я вас предупредил. Спасибо. Извините. Спасибо. Можно, Сергей Яковлевич? Садись, садись, Иннокентий. Кажется, только мы с тобой два холстяка в этом райкомском горе-буфете столуемся. Я-то ладно, я стар, а ты почему? А? Сами виноваты, Сергей Яковлевич. Сами виноваты. Загоняли Ксению по деревням. Мне даже посвататься времени нет. Ничего, ничего. Исхитришься, успеешь. Молодёжь нужно в чёрном теле держать. Да, да. А то взяли манерку бузу поднимать. И метода не те, и стиль не тот. Тьфу. Прости, Господи. Вон, на самый верх бочку катит. А сверхович перед ними заигрывает. Да и старик Бахолтин здесь кадр подраспустил. А у нас провинция, на том стоим. Понял? Понял. Понял. Сергей Яковлевич, ну мы напрасно остерегаемся Янцевой. Она из убеждённых. Знаю, знаю. Только профилактика не помешает. Когда нет дисциплины, верить никому нельзя. Разве только тебе, Иннокентий. Спасибо. Спасибо, Сергей Яковлевич. Сергей Яковлевич, вопрос можно? Ну, давай. А что это первый? В район ездит, а к нам даже не заглянул. Никуда он первый не денется, прилетит. Идею без опоры валится. Только дунь. Сейчас такие ветра дуют. Свет представления. КОНЕЦ Уже больше месяца, как я принял дела. Конечно, в первую очередь должен был приехать к тебе, навестить мать. А я мотаюсь по районам. Ты знаешь, Алексей Макарович, пока что брожу, как в потемках. Сколько оставленных деревень, пустых ферм, добытых дорог. В какую избу не войди, везде одно и то же. Голод, уныние, неверие. Трудно живут люди, Алексей Макарович, очень трудно. Просьбы, жалобы, вопросы, на которые не находится ответа. Я надумал начать с утоления жажды. Чтобы поднять все это, надо хотя бы накормить людей. Ибо какой нормальный человек, если он не раб, в состоянии строить коммунизм, голый и босый. Не верящий в завтрашний день, не знающий правды, не ведущий истины. Ну что, оглушил я тебя, старина, да? Иван, спасибо тебе за то, что навестил. Спасибо за то, что разбередил мою душу. Ну, а теперь, как говорят, поконим. Будь здоров. Попробую, не забывай меня. Будь здоров. Дарья Семеновна, я пришлю врачей, хороших врачей. Отремонтируют его по всем законам медицинской науки. Спасибо, Иван Фомич. Да нет. Спасибо. Ну, всего хорошего. Спасибо. Серафима, жива! Серафима! Где ты? Чего горло дерешь? Можно подумать, что тебя режут. Некультурный ты мужик. Ты больно много культур-то нахваталась. Пока в городе, в варьке, нашей продукцией торгуешь. Только научилась-то морду штукатурить. Пожиже развести-то к твоей культур-то на всю деревню хватит. Завсегда врываешься в дом, как бандит какой-то. Ни одного ласкового слова от тебя не услышишь. Мужлан, только готовь да подавай. Ничего, ты от моих слов не похудеешь. А ласкаться мне нужно к коровам, чтобы больше молока давали. Сготовь что-то побыстрее. Гости будут. Гости, гости. Когда все это кончится, кормить всех даром. Не дома постоялый двор. Ты что? Ты смотри у меня. Поговори так быстро. Пороже-то схлопочешь. Под меня яму роют. Она какие-то копейки жалеет. Дура. Брательник, что ли? Ты по-другому, что ли, не можешь смотреть, Никита? Ты любое дитя испужаешь до смерти. Тебе лень, что ли, побриться-то? Ах, я про свою личность всегда забываю. Что мне, за девками гоняться, что ли? А ежели и наведу на кого страх своей личностью, так в нашем деле даже неплохо. Ах, одним страхом, брательник, нам ночь и людей не повязать. Что-то в бабах и мужиках изменилось. Так что ты будь подобрее с народом-то. А то делать против нас обернуться можно. Народ, народ. Ты лучше расскажи, как показал себя этот новый секретарь. Про Батов-то? Про Батов. Ты знаешь, какое я начальство люблю? То, которое на меня орёт, что есть силы. А я его понурец слушаю и обещаю всё исправить. Ну, поорёт. А поскольку такой начальник дел-то знает плохо, он тут же домой вертается. Но уверен, что снял с меня стружку, навёл порядок. Бывают иные, что не кричат, но всё замечают, что им не по душе. Таким надо жаловаться, слёзы лить, просить разные там удобрения, лишний трактор, суды. Дескать, чтобы заткнуть дыры. И чем больше на него валишь, тем он смирнее становится. Но хуже всего, как этот вот Барбатов. Серафима! Садись, Никита. Дай саканчик. Наливай. Помидору. Ну, куда столько. Немного. Давай, братья. Можно? У меня к тебе дело. Проходи, садись. Бери он стул. Серафим Прокофьев, а чем это вы, голубушка, пахнете? Ай да. Уж больно душисток. А Никеюшка крем из города привёз. Говорит, дорого дал. Знамо. Красота она задёшево не покупается. Да и сухоту коровьем маслом не подправишь. Уж больно много ты ей позволяешь. В твоём доме срамят твою законную жену, а ты сидишь и лыбишься. Ничего с тебя не убудет. Анёшка меня иной раз как выручает, что дай бог каждому. Чем это она тебя выручает, кобель ты этакый? Уж не тем ли, что своим толстым задом вертит, а? Не доводи до греха, Серафима. Вытолкай её в сене, пусть охладится. В себя придёт. А нет, как выли ей ведро воды на голову. Быстро отчувается. Ведро побольше возьми. Нет, нет, потом. Докладывай. Только мусор-то разный не вали, а клади что покрупнее. Дела твои, Аникея, как сажа была. Злятся на тебя люди. Ох, злятся. Зарплату-то не всю выдал. Во время сенокоса обещал десятую часть от Накошинова. Сейчас молчишь. Что ещё? Ещё. Землю никому не велишь выделить. Где же людям хозяйничать? Совести в тебе, говорят, нет никакой. А? Ах, тебе в милиции работать, а не в посыльных ходить. Нюхом на лету всё хватаешь. Подожди-ка. Значит так. Бери за стряпню, Серафима. Устроим сегодня угощение для нужных людей. А завтра с утра, Никита. Чего? Завтра с утра. Занарядим подводы. И машина влезла за дровами. И повозу сена на каждый двор. Вот так. А не зря ли ты всё затеваешь, Аникея? Всё окупится, Никита. Всё окупится. Нужно, чтобы люди знали, что я хозяин в колхозе. А, заходите, заходите, присаживайтесь. Ну, рассказывайте, как там у вас в Черемшанке? Видите ли, Сергей Яковлевич, обстановка в Черемшанке сложилась непростая. Что так? Порторг человек слабый, пьёт. Лузгин всех подмял под себя. Ну, подмял, значит, сильный. Да, но всему есть своя мера. Лузгин, что называется, закусил у дела. Люди настроены против него очень сильно. Ну, нет, Лузгина мы с вами поправим. Можем и строгача ему влепить. Но самое главное, как мне кажется, перемена в Черемшанке в том, что там как-то изменились люди. Что-то произошло. Осмелели, почувствовали свою силу. Мне кажется, что-то вы тут такое насочняли себе, честное слово. Мы потом об этом с вами потолкуем. А пока готовьтесь, как следует провести собрание в Черемшанке. Сергей Яковлевич, а не лучше ли, учитывая всё это, вам самому побывать на этом собрании? Боюсь, моего авторитета там не хватит. Ну, зачем так прибедняться? Вы теперь наш лучший инструктор. Совсем забыл вас поздравить. Ваша семья стала во главе славного почина. Возвращение в деревню. Я думаю, это ваши идеи. Я тут совершенно ни при чём. ПОЗПОしい! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Коровин намекнул в разговоре, что если произойдут перемены, то он хотел бы меня видеть уже не зав. отделом. А кем? Я рада за тебя, Кеша. Ты имеешь на это полное право. Главное рассчитать свои силы. Лучше их недооценить, чем переоценить. Работа должна быть по плечу. Но если мне теперь предложат эту работу, я обязательно соглашусь. И не ради карьеры, а ради тебя, Ксюш. Ради меня? Да, ради тебя. Ксюша. Может, пора нам кончать наши неопределённые отношения? Пора. Я не могу ждать. Ну, просто по-человечески. Ты пойми меня, Ксюша. Ну, нельзя же так сразу. Сразу. Ничего себе сразу. Да я тебе целый год, Ксюша, об одном и том же. Об одном и том же. Ну, хорошо. Давай договоримся так. Ты меня больше ни о чем не спрашиваешь. Я подумаю, скажу тебе сама. И сколько ждать? До конца года? Или до конца пятилетки? М? Не знаю. Да, вот ещё один доброволец к нам просится. Да, работал в главке в министерстве. Вот и запросился к нам. Ну, не зову и работу. А он выходит из здешних мест. Воспитывался в детдоме Бахолдина. Да, может быть, вы даже его знаете. Мажаров. Мажаров Константин Андреевич. Хочу предупредить вас, Сергей Яковлевич, что работать с этим человеком в одном райкоме я ни за что не буду. так и знайте. Расцветают два цветочка, и на солнце греются. ПЕСНЯ 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 Отказывайте мне больше на глаза. Никогда, слышишь? Никогда! Ксюша? Вот не ожидал, что ты придёшь. Не ожидал. Проходи. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»